Привет, с вами Сойер. Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И я запустил голосование за награду «Золотой Сойер» или «Золотая печенька», как ее назвали в комментариях. Значит, во-первых, голосование пройдет до 8 утра 31 декабря 2021 года по Москве. То есть в 8 часов утра по Москве я подведу завтра итог. И тот, кто наберет больше всего голосов на момент подведения итога, тот и получит эту награду. Далее я хочу немножко рассказать, каким принципом я руководствовался при выборе пятерки для голосования. Да, было очень много интересных каналов, предложено со стороны зрителей. И очень много каналов, которые уже давно не маленькие и давно не молодые, которые делают классный, качественный контент. Мне же хочется этой премией продвигать каналы и помогать продвигаться каналам, которые испытывают как раз необходимость в поддержке. Это каналы, которые где-то перешагнули уже отметку в 1000 подписчиков. То есть получили и показали, что они действительно готовы и хотят бороться за популяризацию и развитие своего канала. А при этом испытывают ту стадию роста, когда канал еще все-таки не очень большой, потому что 1000 это не очень много подписчиков. И я решил, что где-то в районе 1000-15 тысяч это наиболее оптимальное время, когда вот такая награда может подбодрить и дать силы для дальнейшего развития. И исходя из этого я, в общем-то, ограничил и не стал рассматривать очень большие каналы или не очень большие, но просто большие каналы по 50-60-40 тысяч подписчиков. Пятерка, на мой взгляд, получилась здоровская. Ребята и девчата, которые в ней участвуют, реально делают не только развлекательный, но и технический контент. Они стараются двигать IT, делать хорошую подачу, работать с подписчиками, проводить стримы, участвуют в подкастах. В общем, делают все то, что должен делать любой популяризатор IT. И, на мой взгляд, вполне справедливо подбодрить их и дать кому-то из них награду «Золотой Сойер», который говорит о том, что человек действительно старается быть хорошим инженером, хорошо и добросовестно подходит к своему делу, связанному с YouTube. Пятерка, как я уже сказал, получилась достаточно сбалансированной, на мой взгляд. Все участники классные, все участники примерно имеют равные шансы на победу. И несмотря на то, что у них разное количество подписчиков, подача материала, глубина материала, все соответствует достаточно высоким стандартам. И да, это, мне кажется, будет интересная борьба. По крайней мере, я на это надеюсь. Что касается больших каналов, классных каналах, о которых было много сказано в комментариях к предыдущему видео, они попадут в Сойер номинации, где я, соответственно, вы, как и в прошлом году, подведу итоги, назвав лучшие каналы, там, открытие года, самые технически веселые каналы, самые технически грамотные каналы. В общем, я еще номинации не придумал, обязательно сниму короткий ролик и выложу его, где выберу пятерку каналов по номинациям. И туда уже войдут и большие каналы в том числе. Теперь, кто вошел в голосование. Значит, чтобы проголосовать, переходим на вкладку сообщества моего канала Сойер. Там есть тема. И, в общем-то, в этой теме нужно выбрать один из пяти каналов. В голосование попала IT-дива за технически интересный контент, за красивую подачу и просто за то, что она реально старается двигать профессию и помогать развиваться в этой профессии новичкам. Далее MGC. MGC — это ребята, которые двигают архитектуру. Это очень сложная задача, потому что архитектурой интересуется мало. Кто и сам кое-что в этом понимает, поэтому даже участвовал недавно у них в одном мероприятии. В общем, я вижу, что они стараются делать интересное и продвигать важные и нужные вещи и не получают пока нужной поддержки. Поэтому MGC однозначно попадает в голосование. Я надеюсь, на них какая-то часть людей обратит внимание. Хотя вот на сегодняшний момент, прямо на сейчас, голосование в их пользу пока не складывается. Дальше канал P-Long. Наверное, неправильно прочитал название. Меня сейчас в комментариях поправят. Но это канал по программированию на Python и все об IT. Офигенно классный канал. Я недавно его пригласил в iTunes Team. Это сообщество, которое как раз направлено на то, чтобы помогать каналам развиваться. И вот туда как раз можно попадать всем каналам и с менее чем тысячу подписчиков. Главное, чтобы был технически грамотный контент. А вот с подачей, как с ней работать, как ее улучшать и вообще помогать развиваться каналу. Мы как раз в этом сообществе и делаем эту работу. Значит, дальше канал Miracle 6. Это канал, конечно, побольше, чем все остальные. Но мне кажется, у него огромный потенциал, который недореализован. Мне кажется, вот как раз Настя как раз вот очень нуждается сейчас в поддержке. И для ей бы эта награда Miracle, награда Золотой Сойер для Miracle 6 могла бы очень-очень подбодрить. Потому что я вижу, что она реально старается, делает очень много. И кажется, что как раз она очень даже подходит под описание того, что я понимаю в награде Золотой Сойер. И еще один канал Backend TV. Этот канал, который выполнил требования видео. Он сделал метку Сойер Эворд и тем самым привлек внимание. Кроме него еще был один канал, который сделал то же самое. Из двух каналов я выбрал один, потому что, к сожалению, ну этого недостаточно. Просто сделать метку Сойер Эворд. Я посмотрел, какой из каналов делает лучший контент, у кого больше шансов и соответствия данной награде. И выбрал Backend TV, потому что мне кажется, он идеально подходит. Хотя, если честно, я сомневался, потому что канал самый, наверное, маленький и менее известный. В общем, шансов на победу может быть у него поменьше, чем у других. Но посмотрим, как проголосуют люди, я не знаю. И влиять своим мнением на ваше мнение тоже не хочу. Выбирайте то, как вы видите канал, то, как вы считаете того, кто лучше, кто лучше преподносит информацию, кто понятнее преподносит, у кого более интересная и более технически грамотная информация. Это ваш выбор. И я надеюсь, вы примете участие в голосовании. Как я уже сказал, переходим на вкладку сообщества. Первая тема со списком каналов, за которые можно голосовать. И завтра в 8 часов утра по Москве я подведу итоги. Надеюсь, что эта награда вам понравится. И в следующем году я уже имею кое-какие наметки, как ее провести более честно. То есть, чтобы выбор каналов вообще делал не я, потому что в этом году очень много все-таки выбирал я. И ограничил выбор пятеркой. В следующем году, может быть, в течение года будем проводить разные этапы, выделять самые лучшие каналы в течение года. И в конце года мы проголосуем, точнее, вы проголосуете за один из этих каналов. Ну, а сейчас, в этом году, в 21 году, вот у нас есть пятерка классных, офигенных каналов. Я в каждый из них верю. И надеюсь, что вы выберете лучшего из них. И этот канал получит награду «Золотую печеньку» или «Золотой Сойер», как ее называют. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.